Общероссийский народный фронт презентует новый проект. Теперь студенты и выпускники технических вузов могут подобрать предприятие для стажировки по специальности в любом регионе России. Как это возможно, рассказал директор Центра мониторинга развития промышленности Илья Семин. За круглым столом он собрал представителей учебных учреждений региона, чиновников от образования. Открытый чуть больше месяца назад портал профстажировки.рф позволяет зарегистрированным пользователям попробовать себя в профессии, а работодателям обеспечить себя квалифицированными кадрами. Любой студент может откликнуться, мне интересно пройти у вас стажировку или у вас, и предприятие уже дальше его приглашает на собеседование и в дальнейшем дает площадку для прохождения стажировки. Кстати, наша статистика показывает, что молодые специалисты, которые прошли стажировку, они вправе претендовать на зарплату процентов на 20 выше, чем те, которые на то же предприятие пришли, но без стажировки, только-только пришли. Несмотря на то, что проект еще только стартует, на портале уже зарегистрировано 250 компаний. На предложенные вакансии на стажировку откликнулись более полутора тысяч студентов со всей страны. 30 процентов из них уже приглашены на собеседование. Для нашего региона проблема трудоустройства молодежи после выпуска из учреждений среднего профессионального образования стоит не так остро. В первый год работу находит около 63 процентов выпускников. Тем не менее, проект важен для Ивановской области. Здесь акцент нужно делать в первую очередь на студентах, которые еще не трудоустроились, может быть, не в полной мере почувствовали вкус к той профессии, которой выбраны, или к той специальности. А речь идет о возможности на предприятиях не только региона, но и страны пройти именно какие-то стажировочные, практические мероприятия. И новый проект создает тот ресурс, на котором студенты имеют возможность получить информацию. Наш регион один из первых в России, в котором проект презентуют. Отчасти потому, что в Ивановской области много вузов, которые ежегодно выпускают тысячи молодых специалистов. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.